друзья спасибо вам большое за заботу за ваши вопросы о моем самочувствии что я делаю чем занимаюсь почему меня долго нет в эфире ну вот сегодня я с вами на связи у меня все хорошо ну что сказать вакцина в общем-то такая забористая оказалась это астрозенека и кстати как я недавно узнала ну побольше прочитала про нее побольше послушала стрим кстати недавно был кирилла шулики в телеграме я очень люблю слушать и ну читать его слушать и в общем-то для меня это оказалось очень полезно и вы знаете это сделана вакцина на аденовирусе шимпанзе и вот как говорили специалисты достаточно одного укола и второй в общем-то не очень нужен и я послушав вот все эти рассуждения вчера под впечатлением еще больше почитала посмотрела и решила для себя я никого ни к чему не агитирую как иногда мои друзья меня огорачивают оговаривают что это вот мое личное мнение да это чисто мое личное мнение я вам рассказывают то что я выбираю для себя и так я думаю что для меня было бы хорошо сделать вторую дозу второй укол сделать в россии спутником потому что на сегодняшний день три самые такие серьезные проработанные вакцины это модерна пфайзер и спутник ну вот собственно такие у меня желания совпадут ли они с моими возможностями я не знаю но во всяком случае такой вот у меня предрасположенность такая и такие мысли такой путь я для себя выбрала попробую его реализовать что что еще со мной произошло ну во первых в первый же день вообще сразу после укола я чувствовала боль в плече и вместе укола ну знаете не то что вот боль когда тебе делают уколы больно нет не когда меня брайан спрашивал я не про говорю не про такую боль когда делают укол а тогда когда вот ввели вакцину и ты чувствуешь как она работает вот собственно в левую руку мне делали потому что правая рабочая поэтому вот левая если так сказать будут какие-то недомогания или неудобства то лучше левая вот левая рука у меня ну как-то так по всей вот по всей длине я чувствовал вот эту вот тяжесть что ли немножко скажем так поднимать руку было не очень комфортно и к вечеру уже поднялась температура была озноб была тошнота и была головная боль головная боль причем держалась три дня то есть если в первые два дня она была такой довольно ощутимый то третий день в общем все прошло по не спадающим вот три дня практически я провела в постели смотрела французские детективы почему-то так мне вот захотелось почти ничего не ела поэтому слегка схуднула что приятный бонус конечно я вам этого не желаю я имею ввиду что вот при таких обстоятельствах лучше это делать по собственному желанию используя какие-то ваши проверенные средства что еще интересного произошло я для себя поняла одну очень важную вещь я даже не знаю как правильно ее сформулировать корректно сформулировать и я не буду об этом писать чтобы мои английские друзья не могли это скопировать и привести потому что в данном случае я сейчас буду говорить о том что как как вообще вакцинация влияет на психологию людей что ли как это раскрывает людей и их взаимоотношения знаете мне казалось что ну наверное у меня были да слегка розовые очки относительно великобритании с момента переезда потому что да у меня был очень комфортный переезд я этого не отрицаю я поделилась своей ситуации с близкими друзьями с просто знакомыми потому что есть телеграме чат такой лондон чат для русскоговорящих это не реклама то есть меня никто об этом не просил я просто опять таки с вами делюсь где я где я плаваю вот и все в общем-то с сошлись в одном мнении что ситуация которая со мной случилась но это может быть в любом в любом городе в любой стране но вот да в в этом это этому подвержены все короче я себя почувствовала такой условной таджичкой он серьезно простите меня жители таджикистана я очень уважительно к вам отношусь но есть такое понимание когда это же таджики приезжают работать в россию и есть некое своеобразное отношение русских вот к рабочим да то есть вот к людям ближнего зарубежья скажем так вот я себя таковой почувствовала причем совсем недавно я слышала читала смотрела вот этот весь хайп вокруг манижи которые едет на евровидение будет представлять россию вот это все здесь вот я хайпанула это конечно ну скажем так и смешно и в общем я расположила свой пост не только в инстаграме но и фейсбуке фейсбуке поскольку уже я здесь давно у меня конечно есть друзья и среди англичан а так вот одна из дам которые я считала ну который я считал подругой дам ну такой я не могу сказать близкой близкой как в россии но мы сидели за одним столом мы ходили в кафе вместе мы общались мы эту изоляцию как-то друг друга поддерживали мы помогали ей в саду ну в общем очень много таких моментов которые нас связывали теплых я бы сказала таких семейных то есть мы знаем ее детей ну ну как то вот так мы говорим обо всем говорили и и вот вдруг прилетает фейсбук мне такой комментарий что почему это я иностранка здесь получаю вакцину быстрее чем англичане как это так что такое случилось и вообще не поехала бы я в россию и не сделала бы это там и вообще медицина на великобритании здесь просто рушится вот из-за таких как я и в общем все это с таким негативом и все вот приправлено это я вам так сказать пересказываю спокойно градус комент комментов был очень высокий скажем так я не комментировала не комментировал потому что а брайан меня об этом попросил б потому что я нахожусь чужой стране и цепь наверно потому что еще мне общаться с этим человеком и мы как то должны еще выстраивать наши отношения добропорядочные скажем так то есть ну вот так и в общем вот это все в совокупности как-то привело к тому что я не комментировала но за меня эти комментарии причем тоже довольно жесткие провела другая моя английская подруга про которую я думаю что ну она прям вот ну совсем англичанка англичанка такая специально не использую английские слова чтобы я вам повторюсь чтобы не не переводили мои английские друзья и не разжигать этот этот случай скажем так и вот вы знаете она говорила правильные вещи которые меня тоже заставили задумываться задуматься о том как мы относимся друг другу как мы воспринимаем друг друга то есть я вам хочу рассказать не о себе о том что там я как-то переживала и вот это вот случилось со мной и вот это все так плохо безусловно все это неприятно но в моей жизни были разные ситуации и я из них выходила и где-то с потерями для здоровья потому что ну все это переживаешь все это в себе копишь все это потом как-то физика на психику влияет скажем так я болею когда я очень близко это все принимаю к сердцу я болею реально то есть тоже с температурой вот прям совсем плохо поэтому я как-то уже начну научилась со временем от этого абстрагироваться и вам тоже это советую потому что как-то нужно в сторону это отодвигать и смотреть все с высоты со стороны немножечко на все вот эти вот неприятности или то что с вами происходит любые моменты и вы знаете вот вторая подруга меня поддержала в том плане что она говорила прописные истины которые ну в этот в этом случае звучали звучали совсем по-иному она говорила что мы в это сложное время должны друг друга поддерживать это не важно это иностранка или это не иностранка нужно поддерживать друг друга потому что сейчас очень сложное время и важно быть сейчас ну по ее опять мнению важно быть вакцинированными как можно больше чтобы меньше заразы где-то это могло множиться и потом распространяться и она говорила что мило я платят здесь налоги она здесь находится легально она вообще соблюдает правила общежития это правда и я скажу даже больше что я плачу здесь больше чем англичане потому что я иностранка и опять-таки эти правила соблюдаются то есть я не нахожу здесь нелегально я делаю все что требует от меня законодательства ну и скажем так вот это все в совокупности конечно такая ситуация интересная я бы сказала потому что опросив друзей и не просто знакомых скажем так то есть про чат я вам упомянула и мне и друзья и просто знакомые говорили о том что они сталкивались такой ситуации великобритании и это конечно печально потому что я это сразу как-то вот копирую на на нашу ситуацию в россии да то есть как мы относимся к иностранцам но для россиян иностранцы разные наверное это еще со времен петра пошло такое вот уважительное отношение к немцам к англичанам с которыми мы торговали у которых голландцам у которых мы чему-то учились и совсем другое отношение к жителям из ближнего зарубежья а ведь они такие же как мы то есть я не про то что также две руки две ноги это понятно но кто-то с хорошим образованием попадает в другую страну и вынужден переучиваться или находить какие-то менее оплачиваемые работы и это не значит совсем что человек этот плохой и он не достоин тех социальных благ за которые кстати он платит конечно есть момент вот он очень тонкий я понимаю что это вот ситуация она многогранная потому что например с одной из подруг из россии мы говорим про то что важно соблюдать правила общежития страны важно соблюдать культурный код страны в которой ты живешь и я это тоже поддерживаю то есть много негатива в россии к людям из ближнего зарубежья скорее всего сказываются на том что приезжие не хотят соблюдать российские законы закон общежития то есть как бы привести пример да вот она привела очень хороший хороший точный пример пример что вот например восточная женщина она она почитаема то есть мужчины в семье ее очень уважают превозносят но в то же время мужчина прав всегда то есть чтобы он не сказал это будет нормой но это совершенно не норма для русской женщины вот это один нюанс который ну скажем так который можно из тысячи привести просто так чтобы корректно никого не обидеть это мне рассказать и донести до вас и я для себя провела такую внутреннюю работу и думаю что ну во первых я решала как мне дальше себя вести вот с этим человеком и я думаю что скорее всего наверное это действительно и последствия пандемии и вот эта раздраженность то что вынуждены сидеть в закрытых помещениях и диктует то что вам нужно делать ограничивать ну в какой-то степени ограничение свободу передвижения да наверное это сказывается конечно у всех разное восприятие этих новых норм и правил затем наверное есть еще некий элемент зависти что вот у этой иностранки все хорошо и она улыбается и все замечательно и у нее все есть а у меня может быть вот я вот здесь живу работаю у меня вот может быть есть не все я не знаю но в конце концов я не хочу гадать это ну это мне не интересно наверное я буду опять таки принимая во внимание правила этой страны я сделаю вид что ничего не произошло да я сделаю вывод для себя то есть наверное я буду как-то меня открыто общаться наверное я буду меньше встречаться и проводить времени вместе как мы это делали раньше но это ни в коем случае не должно повлиять на наши такие общечеловеческие взаимоотношения вот такой вывод я сделала не знаю будет ли это вам полезно сделали я для вас какое-то открытие потому что вот вернусь еще к тому что разговаривала со своими друзьями другая подруга мне рассказала что а что ты думаешь германии такие же простите условные таджики то есть нас также воспринимают еще один интересный случай рассказал мужчина который здесь уже в лондоне он работает он достиг определенного уровня заработка то есть у него все замечательно и он говорит когда он отвечал на телефонные звонки то есть ему нужно было по работе обзванивать спрашивать мнение и когда он отвечал некоторые англичане говорили спасибо у меня все хорошо мне ничего не нужно тогда он это эта ситуация сподвигла его ну то есть акцент слыша акцент в общем то вот не хотели общаться хотя я вам скажу что вот здесь когда идут обзвоны вот например опять-таки касаясь меня когда контролировали как я соблюдаю самоизоляцию такой очень восточный английский который ну с трудом удавалось понять но человек спрашивал и ничего я отвечал общался понимала что это важно и нужно вот этот мужчина он сказал но это меня сподвигло к тому что я просто побыстрее нанял местных и теперь местные работают на меня и задают вопрос и спрашивают англичан на их понятном языке на их понятном акценте а еще друзья мне покидали а что ты переживаешь а вообще великобритания ведь она посмотрю самые самый так и наверно и извесные иностранецИ то есть иностранцы здесь много самый такой известный иностранец это принц филипп я действительно подумал а почему нет здесь к чему стремится то есть в королевской семье сейчас как минимум два иностранца это принц филипп который приехал сюда по визе жены и в общем-то мига маркл которая тоже сюда попала по визе супружеской так что в общем то я так понимаю что можно на эту тему не заморачиваться Борис Джонсон, в общем-то, из Америки сюда приехал, понаехал, скажем так, и вообще весь парламент, ну, больше половины парламента иностранцы. Так что это мне подняло настроение, скажем так. Спасибо всем большое за участие в моем обсуждении, кто вот со мной общался все это время. Возможно, это будет интересно и вам, более широкому кругу моих подписчиков. Спасибо большое за внимание, задавайте вопросы, пишите. Всем рада, всем хорошего настроения.